Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я покажу вам, как без отходов быстро порезать манго так, чтобы манго было удобно кушать. Дело в том, что многие начинают чистить кожуру, но этого делать не нужно, потому что если вы почистили кожуру, начинаете отрезать от этой косточки, отделять манго, мнется, сок вытекает, это очень неудобно и нехорошо. Я научу, как это быстро сделать без проблем. Сначала манго моем, вытираем насухо, кладем на ребро, то есть вот эта вот длинная часть на доску. Косточка расположена вот так. Косточка довольно-таки широкая, то есть если мы будем резать, мы почувствуем косточку. Так, вот она. Это где-то сантиметр занимает косточка. Вот так. Эту часть мы пока отложим в сторонку. Вот у нас осталось две части манго. Как порезать? Чистить не нужно. Мы просто надрезаем мякоть. Внизу я чувствую нож пальцами, но на всякий случай, на всякий случай лучше положить на доску. Я уже это делала много раз, а если нож острый, вы просто порежете пальцы. Я делаю это в руках, вы лучше положите на доску. Просто на такие вот полосочки. Старайтесь не прорезать кожицу. И потом вот такими квадратиками. У меня манго довольно-таки хорошо спелая. Что мы делаем теперь? Как же нам быть? Теперь мы просто выворачиваем. Аккуратно выворачиваем. Вот так. Вы видите, уже отделяется квадратики сами по себе от мякоти. Берём тарелочку. И просто-напросто вот так подрезаем. Если вам нужен фруктовый салат, если нужно порезать манго для фруктового салата, то просто ничего лучше и не придумаешь. Вот так вот просто раз. И теперь очень легко срезать с кожурой. Само всё отделяется. Или же просто кушать. Тоже очень удобно. Просто-напросто вот так срезать. Ну и потом порежете на квадратики, какие вам нужны. То ли для салата, то ли для еды. Вы видите сами, что отходов у нас немного. Сока у нас буквально две капли мы потеряли. Так что это очень удобный способ разделывать манго. У нас осталась косточка. Вот она, эта косточка. Дело в том, что сбоку от косточки ещё довольно-таки много мякоти. Вот здесь можно не стесняться, можно почистить. Тоненько почистить. Вот так. И уже чувствуете ножом. Чувствуете сами ножом, где косточка. При таком способе, вы видите, если бы мы сейчас начали чистить манго, а потом его резать, вы посмотрите, что у нас творится. Сколько сока. Все руки в соке, в мякоти и так далее и тому подобное. Так что лучше, конечно, резать манго. Квадратиками. Быстренько и удобненько. Даже украсить стол. Вот таким ножиком. Среди других фруктов тоже интересно. Всего доброго. Приятного аппетита.